Недавно ученые создали компьютерный чип из живых нейронов, а теперь они же создают на основе таких чипов синтетический интеллект. Он одновременно искусственный, на базе машинного обучения и биологический, вроде нашего. Другая команда исследователей создала роботов, которые после выполнения задачи почти без следа исчезают. Параллельно с этим другая группа сделала самый маленький и мягкий двигатель внутреннего сгорания для сверхмощных микророботов, способных переносить в 22 раза больше массы своего тела. В это время другие исследователи начали испытания систем квантовой навигации, когда вам не нужна связь со спутниками, и вы можете почти в любых условиях точно определить свое местоположение на планете или за ее пределами. А биоинженеры посмотрели у одного из видов бабочек, как они так аномально хорошо видят в ультрафиолете, и сделали по образу и подобию сверхчеткий сенсор, который помогает с почти стопроцентной точностью выявлять раковые клетки. Об этих и других поразительных новейших разработках я расскажу сегодня в ролике. Но что может быть общего между ними, такими разными? Все они создавались учеными, далекими от военного дела, но теперь ими очень интересуются военные с деньгами, финансируют новые работы или участвуют в развитии прежних. Моя гипотеза состоит в том, что люди в погонах хотят получить то, что не могут сделать силами своих лабораторий или заказать у своих традиционных поставщиков технологии вооружений, крупных промышленных гигантов типа Боинга, Нортроп Граммон, Эйрбас и других. Так вот, что если война в наше время не столько двигатель прогресса, сколько его паразит? Означает ли такая охота за передовыми технологиями на гражданке, что современная война вступает в новую технологическую революцию? Почему это важно? Когда-то индустриальная революция сделала впервые в истории возможными миллионные армии, а с ними такие же масштабные мясорубки, после чего стали возможны две мировые войны. Чего ожидать теперь от прогресса, который открывает новые перспективы для военных? Зачем запускает в работу проект космического корабля с атомным реактивным двигателем? Кто строит автономных дронов-убийц с искусственным интеллектом и сразу целыми стаями из тысяч устройств? Посмотрим мы и на чисто военные последние разработки, чтобы понимать, какой сейчас готовят нам мир будущего те, кто не знают мира без войны. А потому всегда готовятся только к ней. Если бы еще несколько лет назад мне сказали, что скоро мы соберем компьютер из клеток эмбриона и научим эту биомашину распознавать звуки японского языка и считать сложные математические формулы, я бы вряд ли поверил. А мы научились. Буквально пару дней назад стало известно, что исследователи сделали прототип наполовину живого компьютера, подключили к мини-мозгам электронику и запустили хитроумные алгоритмы. Теперь с клетками можно поговорить на японском и кое-что они даже поймут. Ну, как поймут, отличат один звук от другого из всего, что мы им наболтаем. И чем больше они слушают, тем лучше отличают. Это изобретение удивительный гибрид. Мини-мозги получились из комков нейронов. Клетки сами между собой скоординировались и образовали нейронные связи. Такие комки называют органоидами, тем самым подразумевают, что они неполноценного орга, лишь напоминают его. В них нет какого-нибудь таламуса или мажечка, ну-ка, таких вот сложных структур. Но клетки организовались похожим образом, как они это делают в одной из самых важных структур для нашего интеллекта – коре головного мозга. Технически, насколько мы знаем, этого не должно хватать, чтобы обрести разум или сознание, но должно хватать для образования живых нейросетей, способных сообща что-то делать. Сами же нейроны ученые вырастили из стволовых клеток. А стволовые клетки получили от лишних эмбрионов, которые остались в пробирке после искусственного оплодотворения. И все это, чтобы получить в итоге вот такие комки нейронов. Их подключили к электродам, которые играют роль и передатчиков, и приемников. Это не 2 и даже не 10 микрожелезяк, это густо усеянная ими электросхема, на которой иютятся клетки. Сигналы, идущие через электроды, обрабатывает нейросеть. Она служит чем-то вроде переводчика сигналов, из цифрового в аналоговые. Электрические импульсы, которые стимулируют нейроны, и наоборот, переводят электрическую активность мини-мозгов в цифровые сигналы. Главная проблема, которую пишут сами исследователи, это поддерживать нейроны здоровыми и бодрыми. Комки очень привередливы к среде, такой явно не поставить на ракеты. Да и в секретный бункер, например, откуда запускают какие-то супербомбы, нужны компьютеры явно понадежнее. Те же старые добрые реле, лампы и перфокарты по-прежнему были бы лучшим решением. Тогда зачем военные вдруг стали интересоваться такой хрупкой и сырой технологией? Тем более это, если говорить строго, даже не прототип, а только одна из первых проверок идеи, что это может работать на деле. Сами исследователи считают, что готовые к полноценной работе такого рода биокомпьютеры не стоит ожидать в ближайшие годы. Вот через пару-тройку десятков лет, может быть. Но австралийские военные дали недавно грант почти на полмиллиона долларов даже не этим ребятам, а первопроходцам технологии, команде ученых, которые совершили прорыв в прошлом году и впервые тогда показали работу таких чипов из живых нейронов и электроники в сочетании с искусственной нейросетью. Их мини-мозги в пробирке научились играть в классическую аркаду Pong. Так исследователи доказали, что выращенные в пробирке живые нейроны, около 800 тысяч, могут выполнять поставленные перед ними задачи. Игру клетки освоили буквально за 5 минут. Вышедшая же сейчас работа, это, пожалуй, не шаг, а прыжок дальше и демонстрация того, что с помощью клеток можно обрабатывать целые наборы данных. В этом случае прогнали через мини-мозги на чипе, например, записи голосов, как люди произносят гласные из японского языка. Затем клетки решали, новая запись, гласная или какой-то другой звук. Точность почти 80%. Поэтому я не удивлюсь, если грант от военных получит и команда нового исследования. Но зачем? Ученые обеих команд решают проблему, которая стоит очень остро именно в гражданских технологиях. Так называемое «узкое место архитектуры» или «бутылочное горлышко фон Неймана». Это глубоко символичная и тотальная проблема. Люди, создавая искусственный интеллект, сейчас неизбежно закладывают в его природу первородный грех. Во всех наших компьютерах, ноутбуках, смартфонах, любой электронике на кремниевых чипах. Один и тот же принцип работы. Храним информацию в одном месте, а обрабатываем в другом. Память и процессор разделены, а это означает, что мы вынуждены постоянно гонять информацию туда-сюда, теряя на передаче ресурсы и время. Уже многое из того, что можно было ускорить и улучшить, мы довели почти до совершенства. Это потолок или уже почти он? А логика в самом основании кремниевых мозгов не меняется, из-за чего развитие ИИ серьезно сдерживается. Сейчас на кремниевой структуре и пожирает феноменально большие объемы энергии и вычислительных мощностей. Наш с вами мозг работает иначе. Там, где хранится информация, там же выполняются и вычисления, как бы вычисления, то есть в нейронах. Поэтому исследователи пробуют использовать живые клетки мозга для работы с искусственным интеллектом. И тем самым сменить базу вычислений и обойти фундаментальное бутылочное горлышко. На чипах, которые работают как наш мозг, а может на основе нашего мозга, мы можем получить огромные возможности для дешевого в создании и модернизации искусственного интеллекта. Вот что, вероятно, и нужно военным. Новейшие научные и технологические достижения с гражданки, которым люди в погонах не имели к никакого отношения, но которые теперь открывают сапогам новые перспективы. А это значит, надо брать под крыло или даже осваивать. И в следующей части ролика про тающих роботов, мягкие двигатели, квантовую навигацию и, конечно, стаи дронов-убийц со своим интеллектом. Когда говорят про нейросети, что они работают по тому же принципу, как работает мозг, специалисты только ухмыляются. Многие из них считают, что только нейросети третьего поколения импульсные или, по-другому, спайковые, наиболее мозгоподобные. Такие нейросети ускорили и усилили и цунами, что мы сейчас с вами наблюдаем. По-настоящему народной технологией их сделал набор готовых инструментов. Библиотека под названием SNN Torch, которая позволяет создавать такие мозгоподобные нейросети почти любому человеку. Эту библиотеку используют и в NASA для обработки сигналов со спутников, и в многомиллиардных компаниях по производству микрочипов для оптимизации тех процессов. Но есть одна загвоздка. Надо владеть языком программирования Python, одним из самых популярных сегодня в мире, потому что нужен он везде. От генетических и космических исследований до чат-ботов и веб-проектов, из-за чего спрос на специалистов стабильно высокий. Язык, говорят знатоки, сравнительно простой, не требует предварительной подготовки. Но, чтобы преуспеть с ним, нужно хорошее обучение. Для этого в SkillFactory запустили курс профессия Python-разработчик для новичков. Погружение постепенное, с самых азов. Проверяются знания кейсами реальных компаний, так что к выпуску в портфолио будет 6 проектов, с которыми можно идти к работодателям. В процессе обучения будет возможность принять участие в командном проекте, где можно еще и заработать, прямо во время учебы. Победители получат денежный приз. Еще во время учебы можно пройти стажировку, а если проявить себя, то и плавно из выпускников перейти в сотрудники компании-партнеров. Платить за курс не обязательно сразу. Сразу можно учиться, а деньги через 6 месяцев. Если же брать до конца декабря, то будет скидка до 60%. Только важно не забыть промокод Сайван. Переходите по ссылке под роликом или сканируйте QR-код, там все подробности. SkillFactory учит тех, кого берут на работу. Некоторые ученые, замечая, что военные интересуются особыми технологиями, могут сами подсказывать, как использовать свои гражданские наработки. Прямо в тексте исследования. Корейские гражданские инженеры сделали мягких роботов, которые могут по команде растаять. Выглядят эти крепыши несерьезно, почти как все новые штуки на старте своего развития. Но задача-то решена, серьезная. Два года ушло на создание материала, способного, с одной стороны, выдерживать серьезные нагрузки, он устойчив к высоким температурам, кислотности и агрессивным веществам, ибо не должен растаять, пока не выполнена задача. Еще материал должен быть достаточно гибким и легким, чтобы машинка пробиралась почти в любую щель. А с другой стороны, должен разлагаться в нужный момент, не оставляя следов. Запускает программу самоуничтожения микроскопический ультрафиолетовый светодиод. Он загорается, и спустя пару часов на месте бота маслянистая лужа. Диод остается, как и батарейка, но это же прототип. Другие следователи уже делают разлагаемые микросхемы, так что в перспективе можно достичь той степени самой ликвидации, когда будет почти невозможно выяснить, что за устройство было, как оно работало и какую информацию использовала. Конечно, в первую очередь, авторы говорят, что такие боты могут выполнять поисковые миссии, проникать в труднодоступные места, спасать жизни, ну там, под завалами. Но так говорят традиционно про многих мягких роботов. Я делал не так давно большой ролик про этих мягких роботов, посмотрите, как будет время. Но затем в этой работе авторы говорят, что их творение отлично подойдет и для разведки, и для боевых задач. А ссылаются на 10-7-летней давности футуристические обзоры коллег, которые работают на военных, где говорится, что хорошо бы в ближайшем будущем получить такие вот возможности. И тут другая команда создает крошечный, мягкий двигатель внутреннего сгорания, весом, как половина канцелярской скрепки. И он может давать тягу, чтобы приводить в движение куда более тяжелые грузы. Это вот неуклюжая и смешная лягушка, всего 2 сантиметра в длину. А движки такие маленькие, что у ботов каждый из лап стоит по одному. В итоге машинка может переносить на себе в 22 раза тяжелее грузы, чем ее собственный вес. И не электробатарею, а что-то более полезное. Оказалось, что старое доброе топливо из углеводородов со своей невероятной, непревзойденной энергоемкостью в таких микроботах дает фору. Например, метан. И вот такой бот оказался способен высоко прыгать, что позволяет ему передвигаться по очень сложному ландшафту. Допустим, по обломкам и руинам, неся при этом солидную полезную нагрузку. Предположим, из сенсоров. Денег на эту технологию ученым, которые до этого занимались только гражданскими штуками, дали сейчас военные. Причем одновременно из морских и воздушных сил США. Хотят получить что-то на основании этой технологии и те, и другие, очевидно. И что примечательно, эти ученые прямо не указывают, как можно применять их творение в военных интересах. Хотя исследование не закрыто и вышло в журнале Science. Так что тут можно только догадываться об ожидаемом воплощении на практике. Если, конечно, дойдет до дела. Вообще, у американских военных есть интересная, малоизвестная и очень щедрая программа финансирования гражданских исследований, ценных для Пентагона. В этом году, я изучил, выделили 220 миллионов долларов 31 команде. В среднем по 7 миллионов долларов на проект. А средний срок каждого проекта больше 5 лет. Самое любопытное. На какие же перспективные темы не жалеют денег? Там и анализ химического и микробного состояния тающей вечной мерзлоты, приводы, в которых биологические и механические части сочетаются как одно целое, и биоинженерия тканей мозга, и влияние микробных экосистем на состояние мозга и его здоровья, и решение проблемы ошибок в квантовых компьютерах, и влияние изменения климата на принятие военных решений. В общем, большой список, много далеко не очевидных тем, которые вдруг оказались интересны военным, и они, по сути, покупают исследования у гражданских ученых. Но особенность в том, что они берут то, что уже есть, наработано в университетах, и только поддерживают это. Так, австралийские военные наняли команду ученых, которые сделали свой стартап, чтобы получить рабочий инструмент для квантовой навигации. Делали для всех, а оказалась особенно цена для людей в погонах, и они готовы платить большие деньги за это. Проблема очень серьезная, в условиях, когда война может на самом деле выйти за пределы планеты, и полем возможного боя де-факто становится космос. Потенциальными мишенями становятся спутники, хоть связи, хоть геопозиционирование, в том числе коммерческие. Россия уже несколько раз официально угрожала, что околоземные аппараты могут стать легитимными военными целями, чего не было даже во времена Холодной войны, когда заключались все те соглашения международные, что должны были демилитаризировать космос. И уже Россия наносила удар в космосе. Как-то подзабылась, а вот зря. В ноябре 21-го года Россия сбила старый советский спутник ракеты с Земли. И это тоже официально признала. Так вот, если вдруг кто-то выводит из строя группировку спутников, то без возможности точно определить свое местоположение могут остаться в первую очередь подводные лодки, которые и так вынуждены время от времени всплывать, чтобы уточнить свои координаты с помощью спутника. Под водой на глубине GPS не работает. А выход на поверхность — это моментальные риски обнаружения подлодки, хотя именно в скрытности, а значит неуловимости — одно из главных преимуществ таких дорогих, неповоротливых и прожорливых машин, которые почти у всех ядерных держав служат одной из основ ядерного щита. Шахты с баллистическими ракетами можно выявить, бронепоезда тоже можно рассекретить. А вот подлодки попробуйте. Пока на глубине никто не знает, где они. Проблема как раз в том, что со временем все хуже это понимает и экипаж подлодки. И вот несколько команд ученых и инженеров, причем независимые, придумали, как с помощью, например, квантового гироскопа можно очень точно, без сверки со спутниками, понимать текущие свои координаты. Хоть под водой, хоть где. Решение присмотрели военные и теперь хотят внедрить уже британские и австралийские морские силы. В королевстве прошли этим летом первые испытания в море, пока только на надводном корабле. Неудивительно, что в надежде найти готовое решение американские мозговые центры в прямом подчинении Минобороны США, источник именно военных научных разработок ДАРПа, этой осенью объявила о поиске технологических решений среди гражданских техкомпаний, дословно для превосходства в космосе. Самое интересное, что приоритет отдают тем, кто еще не работал с военными, то есть нужны свежие головы и таланты из бизнеса и науки гражданских. Я предполагаю, что армейская наука не успевает за гражданской, а времени на раскачку они больше не видят, поэтому ищут там, где прогресс не зависит от людей в погонах и добился заметных успехов. Именно там они видят перспективы для прогресса в военных технологиях и надеются быстро получить работающие передовые решения. Причем не только для защиты спутников, но и для атаки на них. На это намекает явная тавтология в документе про поиски для превосходства в космосе. Там говорится, что нужны космические инновации для защиты и обороны. Может, вы замечали, что обороны и сами военные в разных странах называют все от защиты до нападения? Если бы министерства назывались не оборонными, а, допустим, военными войны, министерства войны, то, думаю, это объясняло бы очень многое с порога. И вот Пентагон через Дарпа недавно заказывает разработку космического корабля с ядерным реактивным двигателем. Представьте, до Плутона за два месяца, обратно за четыре. На Марс так вообще можно гонять на выходных. Самое интересное, что идея такого рода двигателей старая, как сама космонавтика. Первые космические аппараты с малыми атомными реакторами запускали уже в 60-е Советский Союз и США на перегонки. Но теперь речь идет про супер-пупер двигатели реактивных, да еще надежных. Первые активно плавились, а защиту надежную сверхтяжелую на борт не поставишь. И вот эту проблему сделать такую штуку с учетом нового поколения материалов поручает проверенному индустриальному гиганту, который давно делает оружие и технику для Пентагона Локхет Мартин. Не внешним командам, а старой лошади. С этим она должна справиться. Она хорошо умеет улучшать давно придуманное, но ей, видимо, с трудом, если вовсе, дается создание или открытие нового. И я подозреваю, это все более серьезная проблема для умных военных начальников, которые хотят сохранять или обеспечивать технологическое преимущество. Старая лошадь тоже не сидит на месте. За бюджеты все же приходится бороться. Поэтому индустриальные гиганты покупают и адаптируют новые технологии с гражданки для военных нужд, чтобы продавать министерствам войны. Буквально на днях стало известно, что Airbus провел вторые ключевые испытания автоматической заправки воздушного судна в воздухе. Рулил всем процессом искусственный интеллект. А без привечивания не какой-то там заранее прописанный алгоритм типа традиционного автопилота, а система на основе нейросетей. Она координирует несколько беспилотников в полете, реагирует на изменения обстановки типа турбулентности или еще каких-то не самых предсказуемых условий и подключает шланг с топливом, отключает, в общем, делает все. Все, что раньше могли делать только асы, люди-асы. И то считалось всегда это весьма рискованной операцией. Теперь это все делает умная машина без участия человека. Другой промышленный гигант и давний поставщик военных штук, General Dynamics распечатала на 3D-принтере из металла огромную запчасть подлодки. И ее поставили на субмарину и тестируют. Это не новая технология, вопрос только в улучшении и адаптации. Главное, чего хотят добиться, печатать запчасти для кораблей, подлодок и других сложных систем на месте без долгого процесса поставки с завода, где такие вещи выпускают только под заказ. Ведь про запас подлодку в виде запчастей держать не будешь. И вот где старички, промышленные гиганты могут потягаться с новичками, так это в создании искусственного интеллекта и систем на его основе. На первый взгляд. Но пока даже здесь, где не нужны какие-то сложные, феноменальные, фундаментальные исследования, можно адаптировать уже многое из того, что применяется на гражданке, гигантов обходят независимые команды. Калифорнийский стартап Shields.ai, основанный, кстати, бывшим военным, уже делает и поставляет Пентагону автономные беспилотники. Они сами управляют собой и решают задачи. Но пока только были отдельные аппараты, сейчас же идут испытания системы, которая собирает такие дроны в стае, тоже управляемые не человеком. Человек ставит задачи, а координируется, летают аппараты сами. Пока это только первые шаги. Ответ на объявленную в августе этого года большую программу Пентагона под названием «Репликатор». Цель в ближайшие два года создать системы из тысяч дронов на основе искусственного интеллекта, то есть выполняющих задачу автономно, как одно целое, на земле, в небе, в воде, под водой, возможно и в космосе. Судя по тому, что военные активно публикуют отчеты по этой программе, последний на момент выхода этого ролика, 1 декабря был отчет, они явно спешат. Поэтому ставку делают, судя по всему, на такие независимые, шустрые команды и стартапы, как Shields.ai. Вопрос, смогут ли такие беспилотники принимать решения об убийстве людей автономно, открыт, конечно, но больше похож на риторический. Но что мешает оставить оператору лишь одну красную кнопку? В ответ на запрос от стаи «атковать ли?» останется только нажимать. Да, атакуйте, пожалуйста. И вроде и этично, технологично, и продуктивно. И тут я бы вспомнил, что начинают войны и заканчивают не ученые и даже не военные. Начинают и заканчивают войны политики. Военные ученые и инженеры создают возможности для войны. Настоящие или иллюзорные становятся ясно часто лишь после начала войны. И я бы очень хотел, чтобы ярмарка «Чаславие» и конкурс на самые крутые ТТХ оставались единственным способом поспорить, кто сильнее и лучше. Я не против даже парадов в таком случае, военных парадов, лишь бы не было войны. Но так это не работает, проверено. Когда же войны заканчиваются, проходит время, и люди, забывшие или не знавшие войны по-настоящему, таких людей становится больше, начинают твердить, убеждать себя и других. А ведь войны, двигатель прогресса, смотрите, Wi-Fi, интернет, спутники, атомные станции, так бы и не придумали, если бы не хотели поубивать друг друга. Это сложная, большая тема, и я не уверен, что смогу проверить эту идею без очень большого исследования, и тем более самостоятельно. Тут нужно копать и копать. Но отдельные факты заставляют меня очень и очень сомневаться в ней. Например, вы знали, что конструкции вооружения военных кораблей, в общем-то, фундаментально не менялись несколько веков, вплоть до начала индустриальной революции середины 19 века? По мелочи докручивали, но в остальном никакого прогресса, несмотря на войны, многочисленные за это время. За это время европейцы успели открыть для себя Америку, загнулись или ослабли пара крупных морских империй, изобрели фотографию и переручили электричество, а войны все как-то не двигали прогресс. На гражданке не накопилось достаточной технологии промышленных возможностей, чтобы делать новое, действительно новое оружие более опасное и в больших количествах, чем раньше. Да, опыт 20 века, когда в топку военно-технического прогресса бросали лучшие интеллекты и ресурсы, говорит не только о том, что война иногда может делать науку и технологии приоритетом для государств, на деле, а не на словах, но это еще может говорить о том, что те же самые люди и ресурсы были отличены от создания того, что нужно не войне, а миру. Если посмотреть, когда же привычные сегодня блага, типа интернета и сотовой связи, военные разработки стали массово менять жизнь мирных людей, то можно заметить, что это произошло, когда военные не могли больше сидеть единолично на этом богатстве. Слишком дорого оказывалось. Наверное, просто совпадение, что к концу Холодной войны началась лавинообразная коммерческая адаптация некогда военных технологий. Это мысли, которые я продолжаю еще обдумывать, поэтому не могу стоять за нее насмерть. Поспорьте, если хотите, это тоже будет хорошо. Войны вообще стоят того, чтобы ставить их ценность под сомнение. Друзья, спасибо, что помогаете делать канал. Спасибо за вашу поддержку на Патреоне, Бусти и здесь, на Ютубе. Особой благодарностью. Павел Новиков, Петр Кандауров, Александр Корысткин, Андрей Полевой, Айдебаггер, Павел Дунаев, Антон Польгунов, Павел Борский, Хапчинск, Алена Мацюкова, Олег Жинь, Ренат Бальбеков, Максим Менделев, Владимир Емщуков, Василиса Версус, Евгений Балахнин, Конор Левич, Павел Вальнетов, 137 число вселенной, Владимир Подгорный, Алексей Шевелев, Серега, Павел Петриковский, Александр Аха, Станислав Чернин, Роман Бородуля, Дмитрий Шиховцов, Виталий Ребенко, Ленархус Нулин, Тфимбо Музыкальный Инструмент, Азазель, Екатерина Храпова и Марат. Спасибо и всем, кто поддерживает лайком и комментарием. Это тоже очень приятно. С вами был Влад. Мирного нам неба. И до встречи. Редактор субтитров А.Семкин